Всем привет! Меня зовут Ангелина Тимми. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами сделаем масочку, конечно же, от Аравии. Несмотря на то, что я уже ее делаю на своем канале, если вы смотрели, конечно же, да. Что нам нужно для этого? Все просто. Я вам показывала, что я купила вот такие вот штучки. И, кстати, насчет ухода за лицом, да, у меня вот такие вот полотенчика смешные детские, позитивные, для того, чтобы протирать лечко. Именно не вытирать, да, как это некоторые делают, а протирать. Могу сказать, что у меня таких два полотенчика, серое и вот такое вот фиолетовое, да, я их, конечно же, да, машиночки туда-сюда. Я меняю где-то раз в неделю такие полотенчики. Сразу скажу, если у вас проблемная кожа, вы не протираете ваше лицо полотенчиком, а вы используете, она не могла выговорить окончание, используете одноразовые, да, полотенчики. Да, выходит не бюджетно, но как бы вы сами понимаете, что по-другому никак. Ни в коем случае мы не используем обычное, да, полотенце для тела и протираемся, потому что мы не большинство мужчин, которые это делают, да, а у нас есть специальное полотенчико. Это такая классическая история, если вы видите, да, у вас не проблемное лицо, то есть можно увидеть, что, ну как, ну, понимаете. Всё, предлагаю начать, ну и, конечно, обсудим кое-что. А именно давайте начнём с того, просто весь интернет, куда не зайдёшь. Вы знаете, что на просторах интернета начинаются такие вот стороны у нас, сторон, частей тела. На просторах интернета есть, как её назвать, гуру, гуру, я не знаю, не то чтобы мотивационных, короче, ну вообще я скажу просто сама по себе, я верю во все эти темы карты желаний туда-сюда, но я однозначно против того, чтобы людей обманывали на деньги. И все эти истории, заплатив за какие-то там курсы, сколько-то там, и получи что-то ещё интересное и не очень, да, но главное заплати. Это, конечно же, мне, я думаю, как и многим, мне нравится. Но, знаете ли, короче, я уверена, вы знаете, кто такая Блиновская, 3DT, 5, 6, 10, уже столько всего сняли, столько всего сказали, но я тоже ставлю свои 5 копеек, да. Конечно же, когда мы показали её доходы за год, я честно, ну, я не понимаю, откуда столько людей. Опять же, допустим, я обожаю смотреть конусы у Кати, посмотрите обязательно. Это, знаете, блогер, который прям про всё рассказывает, показывает, как люди обманывают, как некоторые блогеры обманывают, как вообще всё-всё-всё бьюти-процедуры, ну, реально есть, что послушать, и реально каждое видео интересно, да. И вот просто, когда, мне кажется, уже, ну, такое количество огромных людей смотрят эти видео Кати поучительные, что не надо, что то, что пятое и десятое, но по доходам некоторых людей можно понять, что... Как... Это что, моя ресница здесь? Да. Что люди не слушают и покупают. Я в это не верю. Если я верю в какую-то, знаете, свою такую, какую-то мотивацию, карту желаний, то я не понимаю, что там можно покупать и что-то можно делать, потому что если ты веришь, если ты знаешь, ты сама понимаешь, как тебе лучше, два-три видосика посмотрели, если тебе это надо, да, и всё, и пошли дальше. Что покупать, мне непонятно. Ну, и, короче, она не уплачивала налоги, девушка там одна, и начались проблемки огромного характера, огромного габарита. Но я что хочу сказать, а что тут скажешь, дорогие мои? Ну, как и всегда, не ведитесь, пожалуйста, на всё, что только, да, можно. Кстати, маска у меня Аравия, рассасывающая маска с эффектом поросужаривающим. Окей, окей. Пост-акне. Ну, не акне, но я, конечно же, всё делаю, чтобы у меня было всё хорошо. Обладает действием способом, угу, угу, супер, классно, то, что мне надо. Насчёт бровок. Вы можете увидеть, у меня бровки сейчас не крашены. Я вам уже говорила, что я люблю делать где-то раз, там, в полтора месяца брови, да, у профессионала. А потом я поддерживаю, я крашиваю бровки сама дома. Не выщипываю, а просто крашу. У меня, кстати, новая краска. Покупала её на Брандберсе, конечно же. Хочу попробовать, но пока ещё цвет здесь, видите, есть. Но скоро его уже не будет. Я свою предыдущую маску также от Арави говорила вам, что пока не закончу, другие не начну, потому что у меня и так уже 3-4 маски, которые я только использую, да. И хочется, конечно, их закончить, потом начать другие. Вот так. Можно увидеть, что я загорела, хочу я этого или нет, да, появились веснушечки. Ну, и мы сейчас ещё поухаживаем за нашей кожей, потому что всё, я уже каждый день, every day использую SPF. И хочу просить вас, чтобы вы тоже это делали, если вам не виды различна ваша кора. Угадайте, куда я завтра иду. Я завтра иду на стрижку, потому что я уже её давно не делала. Вообще считается идеальный вариант, это раз в полгода, если у вас длинные волосы, да, ну или просто вы любите ровный срез, как бы такое. Всё равно, как бы мы не ухаживали, что бы мы не делали, секущиеся кончики есть, и в принципе это окей, да, как бы, ну почему нет. Длинные волосы, это красиво, но поверьте мне, не важно, какой длины у вас волосы, главное, чтобы они были красивые. Поэтому, да, вы видите, что у меня здесь, смотрите, ну это некрасиво. Вот я завтра постригусь, и вы поймёте, что, да, блеск вот этот вот, всё как бы у нас есть. Но эти концы, они уже всё, они уже не то, что надо, не того формата. Окей, ладно, ещё хочу завтра, просто я там уезжаю в другой город, туда-сюда, заказать себе витамины с iHerb. Я думаю, вы знаете все, возможно, слышали, что такое iHerb. Я, знаете, считаю, что если уже и пить, наверное, витамины, если вы понимаете, что вам действительно это надо, нужно заказывать там. Потому что то, что я, я всегда, знаете, я раз в год, там, два-три раза пропиваю какие-то витамины, но говорят, что все эти общие, какие-то разные, это всё такое. Знаете, если у вас действительно дефицит чего-то, да, то нужно искать такие уж дорогие. И как бы уже, минус iHerb в том, что помимо, допустим, какой-то доставки, это стоимость за доставку, да, порой очень даже невыгодно. Поэтому чаще всего в любом городе есть люди, которые что делают? Они просто, да, так скажем, работают, у них свои странички, они заказывают витамины с iHerb и продают. Потому что если вы закажете, допустим, там, один заказ в месяц, там, на 5-10 килограмм, да, у кого какие продажи, то это одно, понимаете, доставка, конечно, выгоднее. А если вот мне, я почитала, вот сколько девочки продают эти витамины, да, там, всё как бы окей, официально туда-сюда, и мне самой заказать, там, зарегаться, всё сделать, мне выходит, ну, реально дороже. Поэтому есть вот эти вот, да, девочки, которые этим занимаются, хочу купить, знаете, какие-то амины, коллаген, не сама просто так я это решила, да, есть там какие-то у меня там моментики уже потом как-то нибудь, возможно, нет. И хочу пропить коллаген. Я смотрела, у них, в принципе, начала изучать витамины, чтобы просто понимать, опять же, как и во всём, есть люди, которые верят в витамины, есть нет. Я не скажу, что если вы просто будете, да, там, каждый месяц пропивать какие-то витамины и кушать лишь бы как, всё будет хорошо, я не верю в это. Я верю в то, что, да, нужно питаться, допустим, вот там, авокадо, вот сейчас там себе купила орешки, это всё обязательно, прям, окей, надо, да, конечно. Но всё равно все эти витаминчики, фруктики, да, я уверена, что они на 100% там прям всё окей, и если вам надо, да, если вы понимаете, если вам врач сказал, если вы сами, там, знаете, какие-то ваши моментики, то уже я за, да, то, чтобы купить витаминчики, пропить их, там, Д3 у кого зимой, да, кто, возможно, там, в России вообще, господи, это солнце месяц-два в году, вот такое вот. Ну, это тоже спорный момент, спорный, вот это вот всё. Я, знаете, считаю, что это такие спорные моменты. Вот я сейчас перейдём от темы на другую тему, как я это люблю делать. Я сейчас смотрю там разные каналы, я уже не раз говорила, что я не сильно люблю смотреть какие-то супер-мега-идеальные каналы. Но, возможно, единственный супер-мега-идеальный канал, который я смотрю, ну, и то, это, наверное, Катя Вань. Я их смотрю, да, это где уже, понятное дело, что много подписчиков, да, такая финансовая моментик, такой вот, ну, мне непрямо, я их иногда смотрю. Других я, конечно же, да, люблю смотреть таких, ну, так скажем, знаете, о жизни простых, и у многих дети. И даже с них появляются дети, я смотрю эти каналы. И вот это вот, когда я смотрю про витамины, и кто-то напишет, там, например, девушка говорит, вот, я там начала давать мою ребёнку, да, там, врач сказал, витамин Д, там, это, пятое, шестое, аааа, в комментариях. Что ты делаешь? Да нельзя, да то. Ну, знаете, детская тема, это вообще отдельный канал, но, всё-таки, если у вас уже, да, такой мамские, мамские будни, то каналы, я смотрю, хорошо поднимаются, потому что, что нужно каналу? Это какие-то спорные моменты, да, какие-то такие вот вывески, там, я не даю своему ребёнку витамины, я, там, не кормлю его водой, я, не кормлю его водой, не по, ну, понятно. А это всё и начинается в комментариях, собираются другие мамочки, которые просто, ну, и это есть, конечно же, хорошо. Хорошо, окей, ладно, ну, и касаемо темы витамин, короче, хочу пропить коллаген, смотрела, что многие после 30 советуют, в принципе, раз в год пропивать курс, потому что там, знаете, не то, чтобы какой-то один определённый витамин, и вам его давят, например, ну, если у вас, например, всё нормально, да, и вы будете пить какой-то витамин в ужасной большом количестве, это будет только хуже, потому что перевитамины, это хуже, чем не до, это тоже нужно знать, да. А коллаген, вроде как, ок, нормально, и после 30 обязательно раз в год пропивать надо. И омегу, я смотрю, что прям все тоже, вот, ну, и, наверное, если уже пропивать, то реально переплатить, хотя витамины не дешёвые, я вот смотрела коллаген, который я, да, планирую купить тоже, ну, а что подделаешь, хотя если купить его тоже где-нибудь в СНГ за хорошую стомость, то тоже, скорее всего, хорошие витамины откуда-то привезу, да. Да, и давайте все денюжки. Возвращаясь к темам, потому что я обожаю прыгать, не по жизни, а просто на теме, конечно. Не знаю, сколько стричь, ну, как, я приду завтра и скажу, здравствуйте, пожалуйста, можно мне вот всё, что есть сечённое, убираем? Не смотря на то, что я люблю длинные волосы, что у меня длинные волосы, да, я, мне не жалко сантиметров, мне не жалко, потому что лучше мы сразу уберём, да, может чуть-чуть повыше будет всё нормально, я буду знать, что всё, полгода я хожу, у меня это никак не касается, у меня красивый ровный срез. Даже не думаю, какие-то полукруги, там, что-то это, пятое, шестое, мне лично не нравится, если у вас супер-мега густые волосы, вы там можете себе устраивать все рисунки, которые только можно быть, если нет, да, лучше ровный срез, он смотрится немножко гуще, он смотрится адекватно под любую причесочку, под любое всё, поэтому нормально. Давайте я смою свою растасывающуюся маску и посмотрим, что у нас в итоге. Вот таким способом мы смываем. Я вам уже говорила, когда записывала видео на тему этих штучек, что очень удобно и порой даже, когда тебе не хочется делать маску, потому что, допустим, в моём случае я не хотела делать маску, потому что я не люблю, допустим, её вот так вот всё это смывать, да, когда течёт. Здесь получше, но всё равно в итоге приходится, ой, хорошо, приходится ручками, вот я сделала, да, и ещё ручками два-три раза пройду, и всё нормально. Но зато маску прям везде всё сняли, везде у нас всё красиво, хорошо, почистили, давайте здесь. Всё, и вот такими вот движениями, да, нет, а вот так я прохожусь. Покраснение нормально, всё пройдёт и останутся только веснушки. Вот, что вы видите. Мне кажется, супер-мега идеально. Кстати, кто не знал, у меня тоже есть данный видос, да, на такую тему, так скажем. Вот, я делала губы, я делала три раза губы, сейчас у меня не накрашена губа, у меня есть лёгкий татуаж, которому уже очень много лет, как и мне, в принципе. И, 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 смотрите, вот, да, на мои губы на данный период моей жизни. Конечно, сдулись, но я пока держусь, не хочу делать, я так успокоилась, хотя я не делала губы уже год 100%, и думаю, ещё пару месяцев я бы точно их не делала. Всё-таки, да, считаю, что нормально, объясню почему, потому что лично мне не всегда нравится, вот я смотрю у тех, у кого прям уже, ну, такие хорошие, большие, да, вот когда гель вот сюда идёт, а он в любом случае туда пойдёт, два варианта, если у вас не очень хороший мастер, и ещё один вариант, если у вас маленькие губы, да, вы хотите прям очень большие, он всё равно туда идёт со временем, я смотрю, кто бы что ни делал, кто бы что ни говорил, всё равно гель вот туда немножко поднимается, если хоть чуть-чуть, то это нормально, да, но если, конечно, вкалывать, вкалывать, и сами по себе губки маленькие, а вы хотите туда всего побольше, то no, 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 всё, мои хорошие, я сейчас тоником пройдусь, кстати, вообще тоники, про них ничего не рассказываю, потому что, знаете, у меня где-то, да, два тоника, и они довольно-таки медленно, знаете, уходят, да, и поэтому как-то не приходится, но у меня есть новый тоник, кстати, который мне посоветовали в комментариях, я его купила, но я пока держусь, не открываю ещё месяц, точно его не открою, а дальше уже посмотрим, да, и обязательно после мазочки тоником прошлись, так же аккуратно, и кремом всё закрыли, и знаете, что вы сделали всё, чтобы ваша кожа была немного лучше, на этом всё, всем спасибо, всем пока с вас лайк, всё ушло, как говорится.